Друзья, мы собрались, во-первых, для того, чтобы отметить старый новый год, а во-вторых, мы собрались потому, что моя дорогая подписчица Полина, о которой вы уже наслышаны, она прислала мне, между прочим, практически из Италии. То есть все это было собрано в Италии, а потом доставлено в Санкт-Петербург, а из Санкт-Петербурга уже отправлена почта сюда, в Новосибирск. Она прислала нам слепые затесты, и сегодня мы с вами будем играть в слепые затесты. Чтобы разнообразить наш этот выпуск, помимо слепых затестов, извините. Да ладно, что с ними, затестов. Давайте, за слепые затесты. Запесты, тогда уж слитые. Так вот, помимо слепых затестов, будут подарки от Полины. Ура! Да. Она не знала, что ты будешь на съемках, у тебя такая красивая сегодня, Алиса, с вашей прической. Посмотри, Инна. Что ты на его грудь-то смотришь? Потому что грудь тоже сегодня красивая. Вообще, я хочу сказать, что нас объединяет не только дружба, но и Алисе. Груди у каждого. Причем своей. А что вы не смотрите, понимаете? Джавата. Ну почему не смотрим? Мы из-под тяжка. Пока ты не видишь. Мы посматриваем. Хорошо. Вот. У нас еще будет здесь разговор на тему. Каждый из нас приготовил по два вопроса. Подарки тогда, да. Да подожди, я анонс делаю. Это первый вопрос, кстати. Вот. И так мы проведем эту... Этот день и ночь. Спасибо большое. Я не знаю, я не буду это вообще монтировать. Это будет в одно включение. Итак, сначала подарки. Когда Полина посмотрела ролик с твоим участием, она восхитилась тем, что ты знаешь итальянский язык настолько прекрасно. Спасибо, мне очень приятно. Как-то перфекто. 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 Спасибо, что не ударили. Перфекто, знаешь итальянский язык. И она тут же решила прислать тебе подарки. Ура. Да. Поэтому сначала подарки. Самое интересное. Алексей Александрович, а вы пока подглядываете на грудь из-под тишка. Хорошо. Вот мы едим еще пиццу, за которую я сегодня уже огребся, что она лежит на картоне. Джованна, это первый подарок тебе. Что за это? Время только экономит. Ура. Я могу уже открывать? Ты можешь открывать. Ура. Первый подарок тебе. Чоколатини. Не чоколатини. Что? Это не чоколатини. Это ликвири. 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 Олина. Вот сразу понятно, что ты это знаешь. Я вообще не могу этоить. Это уже невозможно. Это ужасно. Да вы и не понимаете ничего. Не знаю, по-моему, в дрону и товку из нее. Ликвири – это прекрасно. Это обалденные совершенно такие конфетки. Спасибо большое. Значит, это тоже ликвирица, но... В очереди чокол. Ди ликвирица, да. Да, ди ликвирица. Спасибо большое. Это хорошо, что вы их не едите. Все достанется мне. А, хотя ладно, другой сейчас. Достанется мне. В другой момент. Давай я попробую от этой... У тебя руки уже дрожат. Ну, подарки. Это тебе. Открывай. Будем пробовать прямо сейчас. Открывай. Господи, это же Лаура Виаджути. Ты сейчас купил, я не захлачу. Лаура Виаджути. Спасибо, что не ударили. Вообще-то я в моде собираю. Извините, конечно. Так, подожди. Лаура опять же... Ну, это ты в моде собираешься. Вообще-то я известный итальянский дизайнер. Вообще-то она, если я не ошибаюсь, придумала... Автомобиль. ...одежду для Аллы Талии. Для стюардесс Аллы Талии. А, да ты что? Это не юбки, что ли она? Почему не юбки? Ответал на Аллы Талии. Вот как вот с ними вообще можно серьезно говорить? Ответал на Аллы Талии? Естественно. Где? В бизнес-классе? Нет. А там нет стюардесс. Там даже так хорошо. Ух ты, красивый какой-то. Обалденный. Рома, Рома. Я сейчас буду плакать. Полин. А можно я Полину поблагодарю на итальянском дизайнере? Ну, конечно. Я переведу. Подожди, мы еще не закончили. Сейчас ты поблагодаришь. Александр, первый за тест. Мы... Ух ты. Зря подарил, да? Знаешь, как пахнет? Обалденно. Ой, пахнет какими-то... Какими-то цветами невероятно прекрасными. Такой амбровый похож. Очень чистый аромат. И вот это какая-то горчинка такая очень приятная. Лимонная. Ну, есть что-то такое, да. Центровая. Ну, там в Риме же мандарины растут по всему Риму. А ты знаешь, что Рина Зеленая ненавидела мандарины за их оскорбительное название? Да, слушай, круто. Давай я уберу все. Потому что я люблю порядок. Полина, спасибо вам. Подожди сейчас, пока не можешь еще, потому что остался еще один подарок. Вот диктатору. Еще подарок. Да, потому что даже каждый раз дарить. Пусть это... Еще нам поднимут... Это бачи, 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 бачи. Бачи это поцелуй, Алексей Савченко. Да, но вы знаете, в чем прикол бачи? В чем нет? Бачи это конфеты шоколадные, знаменитейшие конфеты шоколадные, которые производят перуджино. Один из самых известных итальянских шоколадных домов. А бачи знаменитый тем, что в каждой конфетке завернута бумажка с пожеланием на нескольких языках. Высказывание каких-то великих людей. А Дольче Габбана, они как бы совместно сделали коллаборацию. Я читала про это, но никогда не пробовала. Как прекрасно, господи. Давай ты пока открываешь. Не ожидал. Говори отвертные слова на итальянском языке. Я буду переводить. Я надеюсь, подписчики меня простят, что я... Говори, я переведу лишь тебя. Карисима Полина. Дорогая Полина. Ларинградзио и тантисимо перквеста и наспитабели сюрпризы. У меня не хватает слов для того, чтобы выразить свое освещение и благодарность. Да. Ми пьячи танто и пробую до пьянджеры. Я до пьяна и рада тому, что вы мне подарили. Перекей, вероятно, ми пьячи дамори юрили талии. Особенно, конечно же, те подарки дамы. И вы сири гали, перми, соно мульто импортанты. Ум салюту. Да. Я вам что-большие приветы. Даль поэзи, к ми пьячи танто. И... Квесто мульто симпатика. Особенные мои симпатии, конечно, в адрес этих конфет. На самом деле, я не это имела в виду. Я эти салюты. Но я не могу оговорить одно и то же. Они меня сбивают. Полина, спасибо вам огромное. Правда, это очень приятно, неожиданно приятно. Это просто восторг. Потому что это вот... Вы, как человек, живущий в Италии, только вы понимаете, вот чем можно порадовать людей, любящих Италию. Потому что ликвериция, пачи, парфюм... Это вот прям такие маячки, которые прям дают сердцу отозваться. А вот, Жованнам, у меня есть вопрос. Почему Дольче Игапанов не предусмотрел такую вот ленточку, знаешь, как вот дернешь и сразу открывается? Вот это же... Мне вот интересно, мы уже все аудиторили на это брови, растеряли, и кто-то еще ждет с ним за тестом. И вот в этом месте либо нужно как бы... А, давайте мы добавим тайм-код, да? Правильно? Мне очень нравится. Мне очень нравится, да? Мне очень нравится запах. Балгин. А, Женя, ну зубами как-то открою. Я не знаю, мы... Какими зубами-то? Ну, что такие-то? Господи-то выжил. Давай уже, открывай сейчас, Саш, быстрее. Давай, Жованнам, пока выпьем с тобой. Да мне, я хочу Жована выпить за тебя. У тебя есть? Давай все равно обновлю. Я хочу Жована выпить за тебя, потому что ты, как человек искусства, как никто другой, может оценить всю красоту там, где, собственно, нечего и искать. Я имею в виду, конечно же, нашу компанию. Алексей Александрович, я дольше не могу уже. Давай, давай, продолжай. Вы еще выпивали. Поэтому спасибо тебе большое, что ты одна из немногих людей в моей жизни, кто оценил красоту не только Алексей Александровича, но и меня. То есть за тебя. А красота глазок смотреть, сейчас. Попойди. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Поробку не сломай. Я не сломаю, хорош. А знаете, как называются эти конфеты? Помимо того, что это бачо-пацелуй. Аморы и пасьоны. Любовь и страсть. Да, я знаю. Аморы и пасьоны. Потому что у меня с аморы уже джаловато, а пасьоны пока еще теплится. Спасибо большое. Ну что же, ребята. Ой, скажи, скажи, скажи. Вот какой дизайн офигенский. Господи. Бачи. Бачи-бачи-бачи. Вообще, Южки, не тебе хочу сказать. Ну, можно я, пользуясь случаем, поблагодарю вообще всех твоих замечательных подписчиков. Давай мы это сделаем в момент записи. А что же такое? А котыку можно есть? Ну, ты конечно же из меня делаешь тирана. А я не могу... Ну и что тебе там пишут? Читай. У каждого свое. Ух ты, они такие красные, малиновые. Ух ты, реально малиновые. Ммм, молния. А мы типа без очков все увидим. Я увижу. Амора Туатера и Рископри Раи Тестесо. Люби свою землю и ты откроешь заново самого себя. Слушайте, у меня прямо вообще в десятку предсказания. Какое? У тебя что, Сизанаша? Бьюти Лайвс и контраст. Красота жизни в контрастах. А у меня, ребята, вот смотрите. Я говорю, что я всю жизнь живу вот так, как живу. И у меня прям в десятке. По конфете прям, да? Прям по конфете у меня. Смотри. Мечты помогут тебе жить. Это прямо про меня. Ну что, за Полину? Ну, Полину. Давай. Полина, это был очень крутой подарок. Прям Новый год. Ну, а мы переходим к слепым затестам. Да. Эти конфеты не похожи на поцелуйщики. А я на столе, как на сосочки. А потому что в каждой баче сверху находится фундука Ариша. А ты не съел что-ли? Нет, еще. Ты еще видишь. Я думал, ты вторую взял. Ну, я эти никогда не попробовал. А что, Алексей, Саня, наш коньяк, пожалуйста. Сочи там строить. Итак, Алексей, Саня, давай наливай себе коньяка. Потому что я подумал, что ты будешь орошать блокеры туда, вот в сторону комода, на пол. Ну, чтобы... Да, я понимаю, да. Да. Держи, пожалуйста. Открывай. А я не знаю, сколько там коньетов. Хотя их можно было посчитать и так, да? Ну, да. Опять все-таки распаковывать. Ну, там есть же тут самое. Не порвать, чтобы надо, аккуратно. Ты лучше скотч отбирай со стороны, где... Ну, все-таки отбирай. Так. Это что-то отдельное. Это блокеры? Ну, смотри. Значит, здесь... Да, расскажи. Ну, я уверен, что здесь сделано все по правилам слепых запросов. На конвертах правильный ответ. А, все понятно. Здесь находятся, соответственно, пробирочки какие-то. Так, а мы же не знаем, как открывается. Ну, мы и не знаем. Мы не должны рассказать, что мы чувствуем. Мы потом из конвертов. А потом, когда мы все попробуем, мы из конверта будем доставать правильный ответ и смотреть, что у нас получается. Смотрите, значит, я достал блотер с единичкой. Да, да, мы все верим. Да? Хорошо. И... О, слушай, он тоже замотал. Ну, чтобы, да, чтобы все было по-честному. Собака... Сильм будет длиться 3 часа. И спокойно. Да, да, да. И потом еще будет режиссерская версия на 5 часов. Так, и сейчас Алексей Александрович нанесет на первые 3 блотера... На 3, Алексей Александрович сразу. Да, на 3. Конечно. Что-то я... Нанесет на 3 блотера сразу духи. А пока мы будем их пробовать, чувствовать, мы, собственно, начнем отвечать на вопросы друг друга. Ты из кадра сильно выпадаешь, мой друг. Ну, неважно, я же набрызгиваю. Это же понятно, что я набрызгиваю. Ух ты, какой неожиданный запах. Я такой никогда не пробовал. Ну, сейчас он разойдется, потому что все так он прям сильно концентрированный. Ну, давайте по очереди, Алексей Александрович. Не, да, мне пока какой-то химии пахнет. Вот, и я только хотел... Химии какой-то. То есть, это течет запах, пока я какие-то природные не чувствую. Да, да, хочу, чтобы подольше... Ну, так, Алексей Александрович, давайте начнем с наших вопросов, которые мы друг для друга приготовили, чтобы у нас разговор лился. Прикой. Собака, ну, прекращай, посиди там немножко. Итак, Алексей Александрович, пожалуйста, ваш вопрос, на который ответят и Инна, и я. Ну, Саня, у меня вопрос такой, что надо еще побольше выпить. Нет, нормально, задавай. Думаешь? Думаю, что, да, в самый раз. Ну, давай, ладно, я задам тогда вопрос. Я вот, ну, ваш знаю давно, и у меня вопрос личного характера. Да, пожалуйста. Я знаю, что вы оба люди неревнивые, особо неревнивые, ну, как бы относительно неревнивые, вот. Но наверняка, Желковский и ты, Джованна, и ты, Алексей Викторович, сталкивались с ревностью в своей жизни со стороны других людей. Да. Как вообще вот на это реагировать? Что делать? Видишь? Что делать человеку, которого ревнуют? Да, которого ревнуют, там, неважно, безосновательно, может, отчасти основательно. Видишь, ревнивый человек, он, как бы, в своих подозрениях, он считает, что он обоснованно всегда ревнует, даже если просто, там, ты кинул на кого-то взгляд, или, там, я не знаю, посмотрел в телефоне на кого-то, или еще что-то. Как, что-то Наташа сказала? Чувствую я, что... Говорил, надо было выпить побольше. Да нет, 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 нет. Я чувствую, что... Ну, в смысле, не нет, а да, конечно, но она просто такой человек, она гораздо более ревнивая. Я могу ответить... Ты оттуда, что я посмотрел на твою... Вот, посмотрел. Я как из Польши говорю. Посмотрел на твою грудью тогда. Я могу... Грудинку. Я могу ответить, например, на вопрос. Ты не сказала, что это такой вопрос. Затас не увидела я, да. Но ты отзвела это, и мне это понравилось, что я посмотрел. Я посмотрел на твою грудинку. Вот представляете, да, с кем приходится общаться всю жизнь? А ты посмотрела на мою грудинку. Да, да, пожалуйста. Вот, значит. Ну, во-первых, ревность... Степени ревности бывают разные. Такой лайтовый вариантик имеет место быть, потому что если человек тебе не безразличен, так или иначе ты его ревнуешь. Ну, на самом деле, не всегда так. Если это... Я же отвечаю. Если это какая-то уже такая более... Расслабленная обстановка. Крайняя степень, да, то меня это бесит. И что ты делаешь? Тут, наверное, мое водолеевское восстает все. Потому что я человек свободолюбивый, но... Свободолюбивый в смысле делает все, что мне придет в голову. Стараюсь и меньше произносить это слово. А то оно уже выдается, что мы начали раньше. Любит свободу. Вот. И поэтому я считаю, что это меня унижает. И это для меня проявление недоверия. Так. Поэтому я сначала пытаюсь объяснить. Если меня не понимают, я собираюсь... Пошел. Так, а как ты объяснишь этот человек... Потому что ревность, это же иррациональное чувство. Как вообще объяснить? Да. Как объяснить человеку, у него планка уже упала, и глаза налились кровью, и все. И уже он ничего не слышит. Нет, ну если можно объяснить, объясняем. Если он совсем уже планка у него, это... Ну, шторки задвинулись, да. А что все-то? Разворачивайся. Ну, Алексей Александрович, вы хронометраж помните? Да, я понял. Разворачивайся, скажу. Да, хорошо. Нормальный ответ, на самом деле. У нас шоу не резиновое в конце концов. Спасибо, что теперь я отвечаю. Я чувствую, порезиновый будет ответ. На самом деле, Алексей Александрович, я, конечно, с этим тоже сталкивался, но когда Инна говорила, я могу практически все повторить за ней. То есть это раздражает. И больше всего раздражает, что, во-первых, ты ничего плохого не делаешь, а тебя в чем-то подозревают, и ты должен оправдываться за то, чего ты не совершал. И толку от этих оправданий ноль. А толку от этих оправданий ноль, потому что тот человек, который тебя ревнует к кому-то, пытается тебе доказать, что нет, я все уже поняла. Да, да, я все поняла про тебя, да. И это, конечно же, очень-очень ужасно. И мне кажется, что здесь особо ничего нельзя поделать, потому что проблема-то не в нас. Проблема в... Как отреагировать? Просто один раз поговорить, второй раз, значит, спустить на тормозах, если действительно есть любовь, и ты хочешь оставаться вместе. Либо, как говорит Инна, ари-ми-дарчи. Нет, ну тут еще такой момент, что все равно же это пара, да? Ну. Бывают такие клинические случаи, что вторую сторону это тоже, это нравится. А, есть такое. То у них такая огромная здоровья. Да, это совсем они долбанутые тогда. Ну нет, почему наоборот, это же, это как раз гармоничная пара. Пусть они играются, как они хотят, как им нравится. Ешьте пиццу. Ой, ну вот, мне кажется, здесь какой-то запах цветочный, но это какие-то цветы, мне не знакомые, но вот мне вот понасыщенность здесь напоминает лилию. То есть вот она настолько вот сильно пахнет. Я понимаю, о чем ты говоришь, да? И вот это какой-то цветочный запах. Да, вещи такое. Да, ну я просто... А мне больше напоминает какую-то траву больше. У нас в Сибири, может, таких просто нету. Может, какое-то южное, может, осенье. Может, дожила долго и в Италии вообще-то, да. Ну я что-то об цепи поделась. А что ты хотела нюхать, если не цветы? Чего ты нюхала в Италии? Во-первых, в Италии не особо принято дарить цветы. Спасибо. Что, я в лугах ходила и нюхала, что ли? Да. Не, ну понятно, что ты не в Шварцвальде была, а в Италии. Понятно, что там тоже есть луга. Значит, ребят, я предлагаю делать так. Мы просто говорим, нравится нам это или не нравится, и по 10-баттной шкале ставим оценку. И я, с вашего позволения, еще два слова добавлю. Да, давай. Я очень переживаю, что у меня собака волнуется. Алексей Александрович, ты его видишь, что он там? Я его не вижу. Пусть сидит, да. Пусть привыкает, в конце концов. Он избалованный и так. К пьянству папы. Я здесь, папа иногда, да, в последнее время. Я это слышу тоже, как какой-то такой цветочный запах. Вот прям цветочный запах. Здесь наверняка есть еще что-то, может быть, и древесное, но в основном это какая-то такая концентрированная цветочная композиция и такое ощущение, что это какие-то старые духи. Ну, в смысле, не в смысле пропавшие, а в смысле, что это какая-то старая школа. Марка. Какая-то марка, может быть, тоже, да, древняя. Вот такие духи выпускали, я не знаю, в годах 80-х, мне кажется. Ну, я настолько не знаю, но запах, что это у меня понятно. Отложи потом, чтобы не перепутывались с другими. Я тоже не могу, конечно. Бучай, ну-ка будь тихо, тихо сиди там, мой хороший. Сиди тихо, потом я тебе столько вкусняшек дам. Положи тебе Лёшечкину пиццу. Малыш, скажи, где тут хвостик. Может, правильный ответ откроешь? Да, давай откроем правильно ответ. Алексей Александрович. Давай откроем. Ну-ка нельзя, малыш. Ты нам всю запись сейчас сорвешь. Читайте. Ну, просто он видит, что тут весело. Ну, вот, я же говорил, смотрите, значит, эта марка называется Корон. Подождите, какая шахма, где-то порядок. Ну-ка тихо сиди, малыш. Тихо. Может, захватишь ножницы? Нельзя, тихо. Ножницы или нож? Ножницы. Ножницы, ножницы, что-нибудь. Ножницы у меня только большие. Начни. Значит, это действительно марка такая, не молодая. Называется она Корон. Я думаю, что этот аромат тоже не молодой. А называется этот аромат Мюгет Дю Бохур. Я не знаю, не умею читать по-французски. Верхние ноты Ландыш, Нероли, Цвет Апельсина, Бергамот. Средние ноты Ландыш, Сирень, Магнолия, Жаснин, Роза. Ну, вот то, что мы чувствовали, что все цветочное. Базовые ноты Мускус, Сандал, Гелиотроп. Так. Прямо сплошные цветы. Да, да. А чего вы не едите пиксу? Мы едим. Так, все, я тогда второй разберу, да? Да. Буча, ну-ка сиди тихо. Будь круто я видел. Ну-ка сиди тихо, Буча. О, это совсем другой. Нему нравится больше. Ух ты. Это что знакомое? Кого я сейчас накажу в лавочке? Прямо знакомое-знакомое. Вот это пахнет для меня, знаете, чем? Это пахнет, номер два, чем-то таким цитрусовым, достаточно легким и с таким колоневым настроением. То есть он очень легкий этот запах, вот как обычно одеколоны. Просто у нас же как, одеколон у нас всегда почему-то ассоциация, что это дедовское, что на самом деле это же пережито как бы каких-то советских времен, потому что одеколон это исключительно концентрация. А одеколон-то самая слабая концентрация, где композиции, собственно, парфюмерной в окончательном растворе самое минимальное количество, процентов 3-5, если я не ошибаюсь. У меня на первый нюх это вот какой-то больше какой-то гель для душа или что-то такое. Ну, может быть, в принципе, гель для душа по-разному уже пахнет. Ну, в геле для душа тоже есть всевозможные композиции парфюмерные, которые делают, собственно, этот гель для душа красиво пахнет. Он приятно пахнет, просто вот именно... И пока он у нас дышит... Я вообще не понимаю, чем пахнет, но мне нравится. Джованна задает вопрос для нас двоих, пожалуйста. Вопрос для нас... Данилов, если бы я тебе дала миллион долларов, что бы ты с ними сделал? Такой вопрос? Да, у меня вопрос такой. Если бы вам дали миллион долларов, что бы вы с ними сделали? Только не берется в счет, там, я не знаю, изобрел лекарства трака, купил новую машину, вот на какую-то сумасшедшую мечту. Ну, что бы вы потратили? Не бизнесы, то есть, не какие-то практически... Для себя. А вот для себя? Вы считаете, что на миллионах нельзя? Ну, всякое меценатство нельзя? Нет, нельзя, тебе же сказали. На какую-то мечту есть. Считай, что у тебя уже был миллион, ты потратил на меценатство, на лекарство трака, на бизнес, все вот потратил. А вот что-то какая-то вот такая сумасшедшая мечта, на которую бы ты ее потратил. Ну, спасибо большое, так как у меня, вот только вот на сумасшествие, да, так как у меня приближается юбилей, и от этого я испытываю некие муки. На психолога бы потратил миллион долларов. На какого-нибудь такого... Этакого. 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 Психолога. Да, чтобы он сразу охренел. Я бы думал, а сколько стоит ваш снял? От твоих. Говорит, 12 тысяч, например, курс, а я говно-вотрос. Купай, Илью. На 10 мне хватит. Я бы сделал следующее. Я бы всех своих близких друзей, родственников в том числе, вывез бы на какую-нибудь совершенно обалденно невероятную вечеринку куда-нибудь в теплую страну. Чтобы прямо вот там море было, прямо нам всякие обнаженные стюардессы из авиакомпании Али Талия разносили по пляжу всякие веплицы, чтобы громко звучала музыка, чтобы прям такой запой был дня на три. Стюарты добавишь еще, стюарты будут, конечно. А ты бы нас с Лешечкиным позвал? Вас нет. Я же сказал, только близких друзей. Ты вообще чем слушаешь? Которым не нужны стюарты. Ты вообще чем слушаешь? Только близких друзей. А ты, Алексей Санченко? А ты? Слушай, ну я тоже хочу, конечно, на море. Я бы немножко по-другому сделал, но примерно так же. Я бы не делал отдельную вечеринку, я бы купил какой-нибудь дом, куда можно было. Мне сказали, нельзя дом. Почему дом-то нельзя? Ну, Инна, в условиях сказал, дом нельзя, машину дом нельзя. Ну, это... Извините меня, дом тоже был бы мог купить. Непрактичные. Ты такой вообще... Нет, я бы купил дом... Ты вообще ни хрил меня нет. Подожди, у меня уже есть дом на море, да? То есть, на который я потратил свои деньги. А вот мне Джованна дает миллион. И я покупаю гостевой дом, чтобы могли приехать в любой момент мои друзья. Не говори, что он меркантин. Потому что друзья же уедут, а гостевой дом остались. Отставать можно. И друзьям, кстати, можно отставать. Наташа? Вообще он не может быть меркантином. Он в Долее. Отставать. А что вы не спрашиваете, на что бы я потратила? Она мне интересна. Подожди. А мне вот интересно, на самом деле. А я бы... Я бы взяла этот миллион долларов. Мы видим, ты не подготовилась к своему вопросу. Я бы просто путешествовала по всему миру до той поры, пока бы он не кончился. Вот сколько можно было мест посетить? Догай мне. Сначала все, какие мне хотелось. Потом уже из второй линейки хотелось, потом из третьей. Вот все бы пока не закончилось, все бы отлично. А давайте про линейки расскажи нам. Первая, понятно, Италия. А третья линейка, это что? Нет, я все пытаюсь, дорогие друзья, невзирая на то, что, конечно, Просека ударила и в мою голову, я все пытаюсь в формат запихнуть. Я хочу сказать, что ты еще хуже, чем он. Ты еще хуже. Отлично запихнул в формат. Вы вообще остаетесь здесь. Так я бы тебя с тобой взяла. В этой квартире. Кем бы ты меня с тобой взяла? Со собачкой, которая во всем охраняла? Говорящие. Сумки твои, витоновские. Пока проходила бы там с итальянскими мужиками. Правильно будешь, давай, правильно будешь. Я с тобой совершенно согласен с твоими возмущениями. Не говори. И что завтра? Итак, Алексей Александрович, нравится, не нравится? Он со счетом будет стал. Мне он нравится больше, чем первый. Мне нравится, я не пойму только что. Мне кажется, он женский, он какой-то такой летний и очень игривый. Летний, согласен, легкий, летний. Я бы, ну, девятку. А Алексей Александрович? Я думаю, семь. Семь. Я бы поставил шесть. Я это тоже слышал, как какой-то свежий цветочно-цитрусовый запах. И немножко мне он от чего-то отдает ирисом. Какой-то пудровостью немножко. Пудровость есть, да. Какой-то пудровостью отдает. Итак, правильный ответ. Давайте. А первому по десяти бенешкали вы сколько поставили? Ну, я не знаю, я мало поставил. Я мало поставил. Ну, три? Сколько? Я бы три поставил. Я бы терку, я же пятерку. Такой как. А, 47-11. Это действительно итальянская, по-моему, марка. Да. Она выпускает одеколоны. Называется Aqua Colonia Intense. А, Aqua Colonia. Значит, все-таки что-то по концентрированию. Waking Wood of Scandinavia. Вот какие-то... Деревья Скандинавии. Что такое Wake Walk? Walk, не знаю. Геоза Шоэн, парфюмер. Там написано. Парфюмеры, кстати, немецкие. Верхние ноты бергамот, розовый перец, кориандр, собственно, вот есть вот цитрусовые ноты. Средние ноты роза, осман, тушь, жасмин. То, что мы говорили о том, что есть цветочные ноты, базовые ноты. Ель Алибанум Пачули. Ничего, то, что дает пудру здесь, нету, да. Но я слышал пудру. Итак, третий вокалон. Убирайте второй. Мы убрали. Мы убрали все, Александр. Мы убрали. Третий вокалон, в котором еще разбирайте. Вы посмотрите на него. Он совершенно не хочет буси. Буси? Это уда какой-то. Это что-то знакомое. Это какой-то уда. Это из каких-то современных модных, да? Ну, немножечко, я думаю, что все-таки мода на этот профиль, как принято говорить, парфюмерный прошла, потому что удовые одеколоны, они гремели на всю планету, наверное, не соврать вам, ну, где-то пять назад. Для нас это и есть современный. Да, вот. Вообще-то. Ну, это же не такие прошаренные, как он. Ну, это абсолютно, это удовый аромат. Мне вот этот очень нравится. Кто-то в этих удовых ароматах чувствует какую-то такую больничную, да, стерильность. Мне нравится. Мне тоже нравится. Вот мой любимый это, Нон Номер Уж. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, в том ролике, который, где мы там Том Фордов разбирали, это он был в конце вот этот такой, нет? Вот такой? Ну, похожий. А Уд Вуд был, да. Да, кстати, там тоже были удовые ноты, ты правильно говоришь. Да. Да. Я вообще не понимаю, с чего этот запах состоит, но мне он очень нравится. А может, это Том Форд? Ну, он похож на тот. Ну, ладно, пока мы нюхаем. На моем вкусе. Сейчас он мне нравится больше, чем тогда я нюхал, тогда я подустал уже. Пока мы нюхаем, у меня есть к вам вопрос тоже, потому что у нас такое шоу с вопросами. Вопрос у меня к вам вот какой. Мы сидим, выпиваем, я предлагаю поднять бокалы в нашу встречу. Было видно, что мы пьем. Да. Если бы у вас была возможность прям напиться в хлам, ну или около того. Мне нравится уже начало. Да, и поговорить по душам. То есть любые вопросы задать, ну прям любые темы, как это бывает в пьяных разговорах, с кем-то из известных личностей, возможно, даже ушедших в мир иной. Но без языкового барьера. Да. То есть мы напились настолько, что уже понимаем друг друга без перевозки. Будем предполагать, что ты просто или тот человек, или ты владеешь в совершенстве языком. Ну, вы говорите на одном языке в совершенстве, владея этим языком оба. Алексей Александрович, пожалуйста. Слушайте, я бы, знаешь, с кем хотел поговорить. Да, с Белуши. Мне кажется, у него очень классный этот самый взгляд на Белуши. Джеймс Белуши? Да. Ну, мне кажется, что Белуши хорошо выпивает. Он, во-первых, хорошо выпивает, а во-вторых, мне кажется, очень легко к жизни относится. Вот мне бы прямо хотелось с ним поговорить, чтобы вот эта вот его легкость отношения к жизни, вообще ко всему, к карьере своей, к тому, как он там в профессии своей себя нашел. И в итоге, несмотря на то, что он уже, в общем-то, как бы мужчина в годах, он получает удовольствие полное от жизни. Ну, во всяком случае, создается вот такое впечатление. Да, да, да. Ну, естественно, конечно, я же лично с ним не знаком, но вот из тех публикаций, которые я вижу, как он там, блин, оттягивается всюду, где только не появляется. Мне кажется, что чувак просто получает удовольствие прямо от всего. Прекрасно. Вот, мне интересно прямо было бы, и, мне кажется, и бухать с ним прикольно. Ну, да, пожалуйста. А я, вот если как психологи говорят, говори первое, что тебе прямо в ту же секунду пришло на ум. Просто вот мне пришло одно имя, когда я подумала, пришло совсем другое. Давай угадай первое имя. А давай ты даму поскажешь? Ну, я не знаю. Слушай, я думаю... То, что первое, когда ты еще вопрос только сформулировал, в первую секунду... Сто пудов итальянский, как бы... Ну, нет. Вот вы удивитесь, я сама удивилась. Ничего не так же. На какую букву? Ф. Филини. Александр Ф. Скляк. Я думаю, что это Александр Ф. Скляк. Не поверите, потому что ты когда сказал, что даже можно те, кто ушел уже... Мне сразу пришло в голову Фредди Меркури. Вот прямо для самой себя неожиданно. А когда я подумала, то я подумала, что мне было бы очень прикольно поговорить с Софией Лорен. София Лорен по-итальянски. Да, София Лорен. Слушай, вы вчера его могли бы поговорить. А что бы ты сказала, София Лорен? Извините, Саджи. Что бы ты не сказала? Кто-то сидит, София Лорен? Ну, я бы и сказала... Она тебе говорит такая... Уэлл... Она бы сказала... Эллора... Ну, ну, хорошо, Элл-а-лора... Ну, во-первых, я бы и сказала, насколько я ей восхищаюсь. И как актриса, и как женщина. Зашибись, сели побухать. Нет, ну они только сели. Потом-то они набухают, слышь, понятно, вот это все, вот это вот. Соля, слушай. Это ты как-то в Майи приезжали к Мерину в баракас? Простите, как вас... Дрогие, да? Лорен, я Лорен. Мамамам! Че вы? Да. Ну еще, а ты-то че? Моя мечта, с кем хочу, с тем и разговаривать. На самом деле, у меня что-то между... Вокзалом и Сумом. Не твоей идеей. Миг Джаггер. Мне кажется, что Миг Джаггер, он прямо... Слушай, она умеет это делать красиво. Ты бы упал, мне кажется, гораздо раньше, чем он начал тренить. Только с ним надо ли пить, а... Ну... Какая у него самая песня, которую я заюзал туда? Нет, не знаю, Satisfaction? Нет. Какая? Нет. Как она называется-то? Я забыл. Клава! Итак, нам всем понравился этот аромат. Я настаиваю на том, что это что-то удовое, но оно достаточно легкое. И вот такие удовые ароматы, ну, я не знаю, мне почему-то кажется... Немножко бинты появились, но мне это нравится. Может быть, это... Действительно, был бы какой-то Том-Форт, но это не Том-Форт. Я не такой... Том-Форт немножко как-то прозрачнее, что ли, звучит. Ну, мне-то мне такой бы хотелось. Итак, по 10-бальной шкале. А вот со вторым я бы, когда в Далию поеду, я бы вот таким брызгалась. Потому что вот это 100% тут запах, который понравится итальянскому мужчину. А Алексей Александрович по 10-бальной шкале сначала... Я девятку поставлю, мне понравилась. Я поставлю тоже девятку. Девятку. Я поставлю семерку просто потому, что мне нравится, но я устал от... это Bayredo, это шведская марка, аккорд уд, пожалуйста, удовые аккорды здесь есть, и так верхние ноты ежевика, ром, шафран, средние ноты уд кожа, мускатный шалфей, базовые ноты почуни мускус, ну уд он часто сочетается с чем-то таким мускатным, либо с этим самым шафраном он еще часто сочетается, но хороший завтрак. Итак, четвертый аромат, и, Алексей Александрович, пока ты его наносишь, от тебя вопрос, чтобы не тратить время попусту. Он сможет и брызгать, и говорить. Ну, конечно, сможет. Столько он уже делает это все. Всегда. Я, ребята, хочу, чтобы вы мне рассказали о своей первой любви. Совсем глупо. Ну, а почему? Ну, неинтересно. Вы же не рассказывали мне никогда. Держи. Ну, ладно. Я расскажу, на самом деле. Ну, давай, расскажи. Вспомнила первую любовь? Ты начнешь. Конечно, ты че? Нет, мы напоследок, видишь, как весело. Я просто как в том кино вспомнила. Ваша первая любовь, моя первая любовь, моряки. Потому что мне мама рассказывала, когда я была маленькая, мне было два или три года. Говорит, почему-то тебе нравились моряки, и ты прям, говорит, за ними, как видела моряка, ты прям, говорит, за ним шла все время. Хоть бы у нас звук был хороший на видео, потому что микрофонов у нас всего два, но их положили на стол. Ух ты, какой-то конфетный прям запах. Конфетки. Не конфетки, Джован. Знаешь, че? Печеньки. Или печеньки, да. Точно печеньки. Печеньки. Еда прям. Ребята, это какие-то такие печеньки, которые, скажите. Итальянские печеньки с какими-то... С какими-то конфетками. Нет, печеньки кондити, то есть это имеется в виду со всякими такими кусочками орешек. Какой орешек, скажи. Орешков, изюмов. Этот самый, ну скажи мне. Фундукова. Не фундукова. Ой, не фундукова, этот самый. Миндаль. Миндаль, да. Миндаль. Я говорю итальянские печеньки, сто процентов. Ребята, это прям слышится, как печеньки такие, причем печеньки, которые, хотел сказать, абсолютную глупостью выпекаются. Печеньки, которые выпекаются, а нифига себе. И они, подожди, открывать тоже. Я открою просто. Мистер очевидность. Значит, у тебя первые были моряки, значит. Да. Нет, ну блин, да по-серьезному ты можешь ответить, моряки. Да я вспоминаю. Ну понятно, что там у этого будут эти спипедастерами. Как их. Ну, как-то мне в этом смысле не о чем похвалиться. Ну, какой-то мальчик там из старшего класса, ну, что-то как-то ходило там, что-то вздыхало. Нет, давайте мы тогда по-другому я сформулирую вопрос. За кого ты хотела замуж выйти? Ну, я не могу на такое перечисло. Надо вообще жениться. Слушай, ну, как-то первая любовь была, ну, как-то я не думала, протяжу за него замуж. За кого ты хотела первого замуж выйти? Вопрос. Она не первая любовь. А, честно, что ты задолбал человеку уже? За кого я хотела замуж первого. Да не за кого, ты посмотри на себя. Ты живешь только для себя. Ты на предыдущем или просто... Что вы говорили? Для кого она должна жить-то? Для тебя, что ли? Или для меня, или для кого? Слушай, ну, а почему бы и нет? Не пожить немножко для тебя? Почему бы и нет? Я подумал... Ну, это уже были такие мужчины, когда мне было достаточно много. Сколько много тебе было? В лет 30. А, в детстве? Ну, подожди, мне это интересно. Не хотела я в детстве. И за кого ты хотела выйти замуж в 3-й год? Ну, дядьки какие-то там были. Ну, что какие-то? Ты хотела с него замуж выйти? Ну, это не актер, это не Брэд Питт, там, я не знаю, кто... Хотя, кстати, он мне не нравится вообще. Это дядька, за которую я замуж хотела выйти. Не шоркает этим штукой, там микрофон у вас лежит. Ой, мне прям печеньки очень нравятся. Ты просто нервничаешь. Ты нервная вообще такая стала в последнее время. Я не могу. Ты прям, понимаешь, ты приходишь. Отвечаю. Прямо нервы заходят раньше тебя, понимаешь? Шлейф нервов идет. Не шлейф нервов, а наоборот сначала. Ну, ты и не шлейф. А Инна как шлейф уже к нервам. Ну, все, отвечай. Первая моя любовь, это идиотская совершенно история. Я не помню, как звали эту девочку. Но это случилось. Но на самом деле история прям... На самом деле имя есть. На самом деле имя у нее есть. Это было в детском саду. Я вам покажу даже фотографию. Я только не знаю, она у меня здесь или у мамы дома. В детском саду я любил одну очень девочку. Причем у нас было с ней все серьезно. То есть я ей сказал, что мы поженимся. Я же не знал, что все так повернется. А вот, что мы поженимся, что все будет хорошо. И самое удивительное, она была как бы... То ли она не понимала, какая ее партия выгодная ожидает. Ну, явно не понимала. Ну, я кажется, она не понимала вообще. Я вспомнила про твою модель. Давай. Давай, что дальше? А ты куда будешь? Не, 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 не забуду. А вот. То ли она просто, ну, как бы ей было все равно. Безразличная такая, я не понимаю. Холодная. Холодная, да. Холодная. Ну, ее не Вера звали. Я не знаю. Может, и Вера холодная. Но смотрите, так как я в нее был влюблен, я все время хотел как-то быть рядом с ней. Причем не просто так вот там играться, а прямо, ну, как бы показать, что я на что-то способен. Как с нами, да? Как с вами. Как с вами. Спасибо. Как с вами. А вот. И у нас в детском саду на Новый год ставили спектакль. И ей досталась роль. То есть она была... Ну, почему принцесса? Бабу, иди. Да ты сначала спроси, что у нас спектакль. Буратино. Ей досталась роль Буратино. Ну, дайте на ты болты. Это понятно. Я вижу, понятно. У нее было такого носа. Ну, видать, была очень позорливая эта самая воспитательница. Вот. И ей досталась роль Мальвина. Я думаю, на ее кипалке надо что-то делать. Это шанс. 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 Вот. Как у Карибидис. Да. А роль, соответственно, Буратины досталась какому-то мальчику. Какому-то мальчику досталась роль Буратины. То есть не такая уж прозорливая была воспитательница-то? Немного нет. Вот. Но этот мальчик заболел. И воспитательница, значит, говорит, дети. Кто хочет быть? Я! И таким образом мы с ней сыграли звезды совершенно роли в одной постановке. Но папа не знал, что я любил эту девочку и фотографировал только меня. Поэтому у меня на фотографии есть только я, золотой ключик и нос. Ты нам эти хотел фотографии показать, я не понимаю. Знаете, какая была фишка? Вот этот золотой ключик, который я носил, он был очень большой, реально большой, объемный. И внутри, то есть у него вот эта вот центральная часть, там были шоколадки, всякие мандаринки, да, и подарки. И в конце, когда мы там открывали по сценарию, там как-то тяжелый был. Ну, естественно, что, ну, я должен был показать девочке, что я могу носить тяжелые вещи, ведь никто не знал, во что она вырастет. Я вспомнила, когда ты сказала про детский сад, я вспомнила про свою первую любовь. А я когда училась в Лапниевском саду, в нашей группе был мальчик, его звали Сережа Петров, я как бы мальчика помню, помню, что как-то он мне нравился, но я, какие-то моменты, которые мне мама рассказывала, например, я за тобой захожу, тебя забираю, там же в детском саду раньше, по крайней мере, были такие кабинки и лавочки. И вот, значит, я одеваюсь у своей кабинки с этой стороны лавочки, а он одевается с другой стороны. И я, ты, говорит, одну колготку натянешь, перебежишь к его лавочке, поцелуешь его в щечку и обратно, представляете? А мальчик Сережа Петров, он вылитый просто Петров из фильма про Петрова и Васечкина, он просто один в один, представляете? Надо дедушке помочь. Слушайте, представляете? А ты, Алексей, сам-то? Слушай, не, ну я-то что, я хотел жениться на Али Кубачевой. А я, кстати, помню. Да, да, я хотел жениться и всем я, я всем много. Так у тебя шансы еще есть? Так у меня, конечно, у меня, конечно, вообще. Я-то думал, что я сильно маленький тогда, но, блин, Удал, ты там младше меня. Ты там уже старенький сейчас, похоже. Ну, сейчас я староват, конечно, для нее, да. Слушайте, а... Так что шансов нет. А тогда были. Лечение пропало. Серьезно? Ну, какая-то сладость, вот эта такая кондитерская все равно присутствует для меня, по крайней мере. А знаете, мне чем пахнет? Неожиданный запах. А мне теперь пахнет гелиотропом. Помнишь гелиотроп? Что такое гелиотроп? Гелиотроп такое растение... Ой, не гелиотропом, ерунду говорю, бессмертником. Я не нюхал бессмертника никогда. Для меня кондитерский запах, да. Вот если бы он стал концентрированным, бессмертника, ребята, вы меня поймете, бессмертника очень много в Маркизе де Саде 1740 от Истуарде Парфам. Там прямо он такой горький бессмертник с кожей. И вот сейчас здесь, чувствуете, что меньше стало этих печенья? Не знаю, что мне не стало. Я кондитерский запах. Мне пахнет все равно бисквитом. Да. Да? Слушайте, а мне пахнет меньше, мне бисквитом пахнет меньше, а вот этим вот не марципаном, елки, а этим... Бессмертником. Как по Алексею Санчетиславу. Печенья, бисквит. Миндалем. Марципан из миндаля. Да. Марципан не из миндаля. Миндаля. А мне кажется, марципан. Из миндаля. Марципан из кешью. Почему из миндаля? Люша. Да? Серьезно? Из миндаля. Зуб даю. Слушайте, ну тогда я правильно говорю марципаном. А я почему-то мечтал, что я кешью. Здесь чудится еще бессмертник, который как будто бы легкий такой. Ну очень прикольно, да? Послушай, Лёха, мы не знаем просто, как пахнет бессмертник, поэтому... Да вы знаешь, у нас его полно растет везде. Так и кто бы его нюхал-то ходил? Алексей Саныч. Живанова в Италии даже в Лугане нюхала, а я пойду сейчас бессмертник нюхать. Так как у нас нет этих миллионов, на которые мы поедем. Я вас сейчас приглашаю нюхать бессмертник. Отлично. Это отличный план. А что это они, до сегодня нет, это отработает. Ой, я не знаю такую марку. Милану фрагансе панеттоне, да, что это? А, панеттоне! Панеттоне! Короче, я рассказывала. Помните, что я сказала, что это какой-то запах кондитерский? И там в нем находится кондитер. То есть это вот кусочки орешка, фруктов сушеных и так далее. Панеттоне это вот этот кулич рождественский. Мы ели с тобой такое лето. Ну, как раз вот эти вот находятся все штучки, да. И Милану фрагансе панеттоне это как раз... Миланский запах панеттонный, да, я понимаю. Давай уже посмотрим ноты, моя дорогая. Верхние ноты. Апенсин, имбирь, семена моркови, которые ты сразу считала. Мандарин, давана, практически джавана. Средние ноты. Бессмертник. Ну, молодец. Хорошо, что вы не видите, там не написано никакого бессмертника. Ну, и Джанг, что он гонит. Бархат с базовой нотой, ваниль, гречка. Гречка. Нет, я только семена моркови здесь различал. Думал, что опозорюсь, сейчас не стал говорить. Сейчас я перезапущу камеру, чтобы у нас склейки в ненужный момент не возникло. Вообще классно. Риколь, по 10-бальной шкале сколько мы ставим ароматов? Предыдущему. Я ставлю 6. 8. Алексей Александрович, слушай, очень-очень как бы странный, необычный запах. Ну, именно для парфюма. Парфюма, да. Поэтому, я не знаю. Но вообще, как бы, если у тебя... Ты можешь сказать, сколько цифр? Подожди, дай мне договорить-то. Во-первых, я-то еще не проживал. Во-вторых, если у тебя возлюбленная сладкая булочка, ей подойдет такое. А если она какая-нибудь, знаешь, такая... Да, никому не нужная фея худая. Да, да, то ей не подойдет. Да, сколько ставишь? Спасибо, что сказали. Поэтому для сладкой булочки это 8, а для фея 4. Поэтому мне нравится. А сейчас будет небольшая склейка, и мы продолжим. Бучандра, Бучовский, ну-ка, тихо себя веди. Мы сейчас с Леди и Магбетом Центского уезда закончим, и ты пойдешь гулять. Давай. Как ты странно держишь вот так вот. Слушай, ну я не знаю, у меня навыка. Нет, на самом-то просто... Ты как этот самый... Да, я как этот самый. Граффитист. Как граффитист. Граффитист. Прикольный. Прикольный. Вот в таком запахе я бы на море поехала. А вот здесь прям ирис чувствуется. Знаешь, как... Да, ирис. Чувствуешь, да, ирис? Да, да. Ирис прям чувствуется. Знаешь, на что похож ирис этот? Ой. Мне чем-то он напоминает молекулу второй, эксцентрика. Как я говорю для тех, кто понимает, да? И либо... А уж тем более не для меня, я вообще не понимаю, что... Либо есть прадовская... 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 Сунга. Я забыл, как называется она. И там есть вот такой вот ирис. Ну, какой-то запах похож, я не знаю, это название. Ну, свеженький. Больше? Ну-ка, тихо, сиди давай. На море, я в таком поеду. Давай, Александр, вопрос от тебя. В смысле, от меня уже все вопросы кончились. От меня? От тебя, Алексей Александрович. А, вопрос такой. Ну, как бы двойной такой, ну ладно. Как стандарт. Да. Есть ли у вас какой-то запах места? Что я имею в виду? Что вы где-то были... Аэропорт Томачева. Вот, я... Что вы где-то были, и вот услышали запах этого места, и вот как бы, когда вы вспоминаете про это место, у вас сразу же моментально вы чувствуете этот запах. Я, Джованна, тебе могу прям сразу моментально сказать. Я тоже могу моментально сказать. Да. В Таиланде или на Бали все время в туалетах пахнет одинаково. Я не знаю, чем там. Ну, между прочим, хорошо. Ну, между прочим, хорошо. И часто, когда мне Леха дают вот что-то нюхать из парфюма, у меня очень часто вот это... Зашибись, лысенький. Вот ты про Таиланд. Это моя голова. Что может всплыть, то и всплывает. Вспоминаешь или нет? Вспоминаю, да. Вспоминаю. Ну, вот-вот такие вот. А у нас будет в конце этого ролика песня. Да. Конечно. Причем у каждого своя. Ясно. А у тебя, Лешечка? А у меня, кстати, тоже связано с парфюмом. Дело в том, что есть такой аромат. Называется он марка Givenchy. Givenchy Play Intense. Аромат снятый. Он сейчас еще пока продается. Его можно купить. Но он продается за какие-то неприличные совершенно деньги, потому что он просто снятый. Вот. Он пахнет так тепло. Он пахнет, по-моему, немножко кофейно. У меня осталось буквально 2 грамма этого аромата. 2 миллилитра. Из большой 100-миллилитровой бадье такой. Но я его не достаю, потому что берегу. Потому что покупать за большие деньги не имеет смысла. Это с чем он связан? А он меня связан с моей поездкой в Камбоджу. Когда я поехал в Корею. Вы помните всю эту историю. Когда я сумасшедший совершенно поехал в Корею. Сумасшедший. 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 Поехал в Корею. И скорее я вместо того, чтобы вернуться сюда, купил билеты в Камбоджу и прожил в Камбоджу. Я не знаю, сколько я там прожил. 2 месяца, наверное. Ну что-то я там дофига прожил в Камбодже. И вот у меня был с собой этот аромат. И я вечерами, значит, им духарился и выходил. Поэтому этот аромат исключительно ассоциируется с Камбоджей. А еще у нас там, значит, я жил в... Это, кстати, удивительная история. Значит, в Камбодже я жил в гестхаусе. Назывался он Snake House. То есть дом змеи. И там везде были змеи. Во всяких аквариумах были змеи. Но там было очень уютно и хорошо. А принадлежал этот гестхаус опальному бизнесмену, который строил Москва-Сити, как его зовут? А, понятно. Который галфтук сожрался. Кудрявый. Да, да, Кудрявый. Москва-Сити же он строил. Блондин Кудрявый. Ну такой, такой сумасшедший. Я забыл, как его зовут. Который скрывался в... Как раз в Камбодже он скрывался в тот момент. На одном из островов каких-то. В одном из своих гестхаусов. И я жил в его гестхаусе. Прекорно. Представляете, да. Вот такая вот кестра. Паванский. Павланский, да. Павланский, не как пишется. Ну, давайте выберем. А что вы меня не спрашиваете? Я Джованна. Я не понимаю, что Джованна. С возрастом хочется очень о себе рассказать и не хочется слушать о других. Так вы возрастные дядьки, что ли? Нет. Мы возрастные деды. Ну, давай расскажи. Да, у меня очень банально. Ты сейчас так сказал в такой интонации. Расскажи, как в фильме «Берегись автомобиль», про Катина с Димой. Да, у меня место, но место можно легко узнать, это Италия. А запах у меня кофе. Потому что, когда я первый раз в 96-м году приехала в Италию, тогда у нас кофе не сильно было в России хорошо. Особенно с запахами. Я поселилась в Риме, в центре Рима у своих друзей. И я помню, что вот в 5 утра я услышала этот шум. Потом я поняла, что это шум, когда мостовые моют. И такой вот отличный запах очень крепкого, очень хорошего кофе. И вот я до сих пор даже, когда закрываю глаза, вот чувствую этот запах. Я сразу вспоминаю вот этот центр Рима, вот эти улочки и так далее. То есть у меня вот это прям склейка очень четко работает. Но это когда только очень хороший, крепкий кофе. А, ты имеешь в виду, когда ты пьешь кофе, закрывая глаза и сразу просто переносишься? Да, да, либо запах. Вот. Ты алкоголь там смачно рассказываешь, Джованно? Ты такая... Что ты взросла? А можно я вторую часть вопроса задам? Или потом? Я не думаю, как вы так быстро накидались на этим напитком. А кто накидался-то? Он. А-а-а. Не ты же, конечно. Да он всегда такой. Ну, я и говорю. Может быть, просто у меня всегда есть хорошее настроение, просто здесь был повод. А-а-а. Ну, ты молодец. А ты нет. Итак, я называю этот аромат ирисовым каким-то. И мне очень нравятся такие ароматы, потому что они очень универсальны. Они подойдут под какую-то белую рубашечку, под то, чтобы сходить на работу, на встречу. Они совершенно не обязывающие к внешнему виду. Они просто аккуратненькие. Поэтому таким ароматом я всегда... Мне кажется, он женский. Десятку. Я же вам не делю ароматами. Нет, я тоже не делю. Но вот этот вот второй и вот этот. Мне кажется, он такой очень женственный какой-то. А мне вот кажется, что он такой, вот как Алексей сказал, нейтральный. Но дело в том, что мне это нравится поярче. Чтобы все поярче было. Чтобы я не люблю нейтрально. Поэтому да, я согласен, что он нейтральный, но мне он не очень. Ну, слушай, представь себе, например, костюшман Гапонов. Ну, ты пришел на работу, здесь чистил этот аромат. Слушайте, мы-то можем представить костюмана. Давайте мы расскажем людям, что за костюшман. Не надо. Не надо. Ну, значит, ты бы сказала, Костенька, ты... Мне нравится этот аромат, я бы его носил. Семерочку я поставил. Я десяточку. А Алексей Санш, вы? Я пятерку поставил. Пятерочку. Давай, раскрывай карты. Интригу. Это пятый. А сколько у нас всего? Шесть. Восемь всего. Восемь. Держи. Я не знаю этого. Ирис Мазарена. То есть ирисовый аромат, мы правильно все сказали. Эдес де Венустас. Я вообще не знаю. Ральф. Швейгер. Швейгер. Я не знаю, это вопрос. Верхние ноты. Ирис, моржевельник, амбретто, анис. Аниса я не чувствую вообще. Хотя, может быть, и чувствую. Я вообще не знаю, что такое анис. Анисовую водку пил в Турции? Или сам был купил. Средние ноты. Средние ноты кожа, роза, ут, гвоздика. Вообще ничего не чувствую. Ни розы, ни уда, ни кожи. Базовые ноты. Ладан, ветивер. А древесные ноты. Амбра. Ребята, ты почувствовал? Я не чувствую водку, моя дорогая. Ну, видишь, я не столько знаю запах, как ты. Нет, видите, Алексей, знаешь, больше нюхает Ирис, ты больше нюхаешь Ладан. А я больше, видимо, всего нюхаю Костюшмана. Я больше ничего не понял. Ты не выпадай из кадра сильно. Ничего страшного, я убираю мусор. Зачем нам мусор в кадре? В кадре нам не нужен. Прекрасно. У тебя видишь столько мусора? Ну и что? Так, ну что, шестой? Да. Шестой. Потом седьмой, восьмой освобождаем пространство для других. Я говорю, а в мою собаку? Я уже не могу, он хочет уже наружу. Так, забираем. Что-то я прямо в душе. Я не сгил, как-то. Лешечки. Я? А я все время сижу и загадываю за желание. Ты молодец. Роза какая-то. Да? Угу. Какой-то розовый, очень сильный аромат. Сейчас погодите. Слушайте, я это прям чувствую, как аромат розовый. И я тоже. Ну, видимо, там роза есть. Ну, давай вопрос свой. А, спасибо. Спасибо. Хорошо, что ты взяла боже ведущего в свои руки. А за что-то ведущего у нас расслабился. Значит, друзья мои, так как мы с вами все имеем отношение к кинематографу, к великому искусству к кино, вот, так как мы, собственно, и создали это искусство. Давайте выпьем за это. Играть мне с вами. Ты вздем к кинематографиста. Просто я вспоминаю, раз уж у нас пошла такая пьянка, я вспоминаю, что каждый раз, когда приезжали какие-то режиссеры или актеры на презентацию своих картин, всегда заканчивалось тем, что мы все собирались и с ними выпивали. Ну да. Выпивали. Мы же гостеприимные, мы картины. Мы гостеприимные, а они для этого и приезжали, чтобы выпивались с нами. Вот, и, соответственно, ну, вот так как ты-то подольше в кино задержалась, чем я выпивала. Да, подольше выпивалась. Для меня всегда были какими-то такими, как вам сказать, вот есть образ, который у тебя создаётся, да, когда ты смотришь на человека, а есть то, когда ты с ним общаешься. И с пьяным. Опять у тебя возвращается к первому вопросу. И ты не всегда, как бы, даже не с пьяным, там, например, ну, я не знаю, у меня очень сильно, если, мы можем же говорить обо всём, правильно, можем. У меня очень сильно поменялось отношение, например, к Евгению Гришковцу, когда я о нём некоторые подробности узнал, вот, о том, какой он, ну, какой он как человек, да, вот. И одно, когда ты человека просто вот знаешь как образ, да, а другое, когда ты его знаешь как человека. Вернуй к вам вопрос. С кем? Да нет, 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 вы хотели бы побухать. Нет, с кем не хотели бы побухать. Если бы вам сказали, что вы можете вот до конца жизни, вот такое условие, то есть у вас в жизни всё зашевелись, всё хорошо, но до конца жизни вы можете смотреть произведения кинематографические. Только одного создателя, только одного либо режиссёра, либо только с одним каким-то актёром. Вот вы бы какие фильмы смотрели до бесконечности? Нет, ну это вообще какая-то засада. Это засада. Ну, я просто этот вопрос недавно сам себе задал в Пылу Узбор. И сам себе ответил в Пылу Узбор. Здрасте, роковой. И сам себе ответил, да. У меня есть два ответа. Давайте два режиссёра. Давайте два. Или актёра. Или два актёра. Ну, или один режиссёр, один актёр. Видишь, с актёрами это попроще, потому что актёры, как правило, в разных ролях собираются. Да, и разные амплуа. Разные амплуа. Да, да, да. Я бы, конечно, выбрал Николсона, потому что он где только не играл в каких только фильмах в разных жанрах совершенно. И он офигенный, на самом деле, как Николсон, да. И он пересекается, кстати, со многими другими актёрами, которые мне нравятся. Второй сейчас придумаю, Живанна, говори. Ну, если два, если на всю жизнь, то, наверное, я опять не буду оригинальной. Я так думаю... Мне кажется, сейчас у нас совпадёт. Что бы мне хотелось прям смотреть, 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 чтобы... Сорентино. Сорентино. И я тоже Сорентино. У меня один Сорентино. Сорентино, да, прекрасный. Да, потому что он для меня такой очень многоплановый, и для меня в нём всё прекрасно. И картинка, и музыка, и подборка актёров, и содержание, и вот это многослойность смыслов. То есть можно погружаться, погружаться, погружаться в это бездаконечный. Самое главное, что это мой любимый итальянский язык, моя любимая Италия. Очень понимаю. Ну и вообще, и фильмы достаточно, да, такие, они глубокие, разноплановые. И из-за моей памяти я очень многие нюансы забываю в тех фильмах, которые я смотрю. И голливудские фильмы, они всё равно созданы больше для сюжета. То есть, если вы какие-то словили спойлеры на современные голливудские... Да ты нам рассказывал, что вы второй раз смотреть его не будете. Есть такое, да. Вот. И поэтому все боятся так спойлеров. А, блин, Сорентино, ты хоть 500 спойлеров туда накидай, всё равно он будет интересно смотреться. Ну я видел, что он 15 раз смотрел. Они очень многослойны просто. Причём, как бы ты начинаешь... Молодой папа, молодой папа. Причём ты начинаешь понимать Сорентиновские фильмы, как сказать, как будто ты их распробуешь. То есть ты можешь посмотреть, например, какой-то фильм, ну да даже так ту же новую. То есть, предположим, когда тебе 40 лет, да, и ты увидишь то, что в тебе отзовёшься в 40-летнем. Посмотришь этот фильм 50 лет, у тебя отзовёшься совершенно другие моменты, он смотрелся совершенно по-другому. Более того, допустим, с молодостью я второй раз, или третий раз, когда его смотрел, я обнаружил, что я вообще не помню какие-то моменты, причём достаточно ключевые для сюжета. Ты пописал? Потому что, да, не этот момент, но я пописал. Сколько капель? Ты сегодня пописал? Ну да. Как сегодня пописал? Нет, ну там ещё мне очень нравится в нём, допустим, с молодого папы, если взять, то есть это тебя как бы стимулирует для изучения чего-то нового, потому что там столько смыслов, что нужно и в религию погрузиться, и в то, и в то. То есть это можно всю жизнь этому посвятить. Да ладно. И с точки зрения эстетики очень. Просто так нужно сказать, что с эстетикой я абсолютно согласен на 200 миллионов процентов, а что касается погрузиться, просто нужно ещё понимать, что ты у нас католичка. Вот, это здесь ещё другой есть такой, да, в общем, я с тобой согласен, у меня тоже Сорентино один, а второй, блин, но у меня всё время клиника идёт. Андерс, но какой? Томас. А-а-а. Томас Андерсон. Томас Андерсон. Нет, как его зовут? Андерсон. Андерсон, да. Как его зовут? Рэй Рэй. Да не Рэй. Нет, точно не Рэй. Короче, это остров собак, это королевство полной луны, это отель Гран Будапешт. Как его зовут, я всё время забываю. Прекрасный. Напишешь титром. Наш любимый Андерсон. Мы все, да. Андерсон. Вот эти вот как раз фронтальные планы мы у него украли. Это, кстати, да, это прямо его фишечка. Да, еще панорам нам не хватает таких вот. Да, я всегда пересматриваю его по сто раз. Почему? Потому что сначала я смотрю на картинку, я совершенно не могу воспринимать содержание, потому что... Что ни кадр, то это прям вот как открытышко. Но у него все фронтальные, кстати, или что? Это правда, да. Ну не всё, но на этом делаются вещи. Ну потому что это его стиль, потому что... Это не скучно, но это именно стильно. Это, конечно, тоже дорого. Очень стильный чувак, да. Да. Не, подожди, он же искал второго. Я возьму, наверное, Монику Белуччи. Почему бы нет? Очень хорошо. Потому что Моника Белуччи, она же снималась во многих фильмах, начиная с Добермана, которого я смотрел черти когда, и вообще был восхищение, потому что я таких фильмов раньше не видел. И заканчивая Кустурицей, она снималась. Прекрасный. Да, есть еще одна история. Значит, мы с Джованной пошли... Знаете, наступил тот момент, когда мне совершенно все равно, сколько осталось аудитории у этого ролика. Потому что наконец-то нам бы хорошо сели. Вот. Мы пошли с Джованной... Наверное, до сих пор это его финальный фильм, да? Как бы последний фильм. Кустурицы, вроде да. Это фильм называется «По Млечному пути». Да. Фильм Эмира Кустурицы, с которым, кстати, мы тоже бухали. Да? Да. С которым мы тоже бухали за одним столом, надо заметить. Ну, своеобразный, я бы сказал. Вот, бухать с ним нормально, да. И мы пошли с Джованной на фильм «По Млечному пути», вдвоем, где, кстати, играла как раз Моника Белыча, одну из главных ролей, а вторую играла Сан Пустурица. Ну, там как раз вот сербские вот эти... Он, собственно, для этого ее туда и позвал. Возможно. И заканчивается этот фильм. Ребята, я вам сейчас осознаюсь в том, что было прямо на 100%. Заканчивается этот фильм, мы сидим где-то, наверное, на последнем ряду. И целуемся в засос. Неожиданно. Обычно мы не сидим на последнем ряду. Но тут мы сидим почему-то на последнем ряду. С Джованной сидим, смотрим этот фильм. Заканчивается этот фильм, начинаются титры. Я понимаю, что я реву. Я просто реву. Я смотрю на Джованну, и она ревет. Я говорю, значит, так, подруга, мы сейчас ждем. Я не знаю, выйдет. Потому что я понимаю, что тебе похрен он, что ты плачешь. Но мне как-то совсем не солидно. И мы, значит, проревелись. Все уже вышли. А мы, пользуясь тем, что это был наш кинотеатр. Я для тебя все придумал. Обычное кинотеатр. В общем, мы совершенно безопасно вышли. Итак, ребят. Давайте. Сколько мы ставим? Ой. Он сейчас прям изменился. Он такой стал какой-то нежный очень. Он все равно розовый. Но роза есть, да? Розовая. Я сначала хотел предположить, что это амуаж. Я только забыл, как он называется. Который с розой. Амуаж. Я забыл, как он называется. Нет, ну ты разве не понял, что тут только итальянские ароматы. Да? Да. Нет, нет, нет. Еще у меня там итальянского не было. Ааа. Давай, открывай. Я ставлю, я ставлю. Мне нравится. Я семерку ставлю. Я восьмерку. А Феликс Александрович? Давайте я буду... Что там? Восьмерка, восьмерка? Давайте я тоже семерку поставлю. Ааа. Это Ивсен Луран. Фильм? Ааа. Синема. Аааа. 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 Смотрите, так это получается, да, что реально нас что-то вдохновило. То есть мы подумали, понюхали, начали думать. Порфюмер Жак Тволье. Представляете? Да. И стали говорить про кино. Обалдеть. Это круто. Верхние ноты, вообще, с ума сойти. Цветок миндаля. Вы его чувствовали? Я так говорю, как будто мы чувствовали. Клементин, цикламен. Средний ноты, жасмин, пион. Цикламен. Вот это что. Аморилис. Не знаю, что это. Аморилис. Аморилис. Таких очень много. Вот. Сейчас еще будет вспышка, и мы продолжим. И мы переходим к аромату номер семь. Бучевский. Будь молодцом. Немножко еще подожди, мой ка. Ваши потерпи, мой сладкий. Ну он тоже участвует. Что ты ему рот затыкаешь? Малыш, ну подожди, мой хороший. Ну ты что, моя собака самая лучшая в мире. Ну подожди, мой сладкий. Подожди, мой хороший. Все-таки иногда, да. Собаки скулят как-нибудь. Мы тебя потом утискаем. Ну да, возможно. Вообще, если не планировал снять два ролика, но мне кажется, мы надо закончим на одном. Что-то на центр набор. Чтобы знать, да. Я как-то не попал. Он то, что не попал. На первый нюх он мне первый чем-то напоминает. На мнение. Ты еще помнишь, что там первым? Да, ну потому что там какой-то хи-хи-хи-хи-хи. Дело в том, что я уже занюхался. И вообще, конечно, восхищаюсь ребятами, например, что... Слушай, Жован, вот сейчас я понюхал первый. Реально напоминаю. Но он как-то более тонкий. Первый более грубый. Даже несмотря на то, что он уже проявлялся. Потому что я это все в кучу свалил. Ну не... Понюхай тоже, Жован, скажи мне. Может, я не прав. Так я сама про это сказала. Но ты сказала, но ты же первый не нюхала. Нет, сейчас он изменился очень сильно. Не похоже. А вот когда мы начали только нюхать, он был прям такой... Не все равно. Когда мы начали только нюхать, он был совсем... Для меня это какой-то порошковый запах. Порошок, походу. Я тоже здесь чувствую много мускуса. Вот такого прям мускуса. Ну вот, который, собственно, и дает этот порошковый оттенок. Но это такой... Много подышалок, чтобы. Да-да-да, наверное, нужно. Нужно, чтобы подышалок. А давайте тогда у вас вопросы кончились. У меня есть вопрос. Подожди, сейчас я микрофончик поправлю. Ребят, извините, что вы там слышите сейчас шорох. Шорох, это я поправляю микрофончик. Алексис Иванович, придвинь вот эту вот боковину вот так вот. Да-да-да. Давай. У меня такой вопрос. Назовите три запаха из детства. Когда вы думаете про детство, какие три запаха вы уже знаете? Ты начнешь? Нет, давайте я три, может, сразу не назову. Но! Значит, первый запах – это малиновая жвачка. Короче, в детстве... Дефицит был страшный. Дефицит был страшный, да. Но в детстве, короче, им был страшный дефицит еще на вкладыши от комиксов. Ничего, что я емал. Да, нормально. По твоим мнениям, не интересуется здесь никто. Так вот, значит, вкладыши от жвачки, наверное, непонятно, что такое вкладыши от жвачки. Неважно. Я же была. Неважно. Значит, в жвачках, в фантиках внутри... А, ну вот как в лоу-фис. В лоу-фис. Да-да. Ну как в бачах. Да, как в бачах, неважно. В общем, были вкладыши. Но в Советском Союзе не было вкладышей от жвачки. Но у моих друзей они откуда-то были. Вот. Что, жвачки или вкладыши? Вкладыши. Вот. И мне тоже очень хотелось. И поэтому я вкладыши рисовал себе сам. Но они нафиг ничем не пахнут. А вкладыши, они же должны пахнуть. Поэтому я вот на серой бумаге, вырезанной из тетрадки в клетку, рисовал себе вкладыши. И у меня была малиновая жвачка. Малиновая жвачка из Прибалтики. И я натирал эти вкладыши вот этой вот малиновой жвачкой, чтобы она пахла. Но она все равно нихрена не пахла. То есть я нюхал жвачку, нюхал вкладыш, вкладыш не пах. Так, как жвачка, хотя я очень хотел, чтобы он был такой заражен. Ты же помнишь, как бедно жили наши родители? Да. Же помнишь. Ну, я не знаю, как жили твои родители, бедные или нет. Абсолютно точно так же. Ну, они жили не бедно, так жили примерно все так. Все так и жили. Это и было бедно, да. Ну, нормально для тех ребёнок. В общем, ни хрена не было. У меня папа, у него была кинокамера. Он считался богатеем, наверное. Кварц. Я только помню офигенский аквариум у твоего папы. Этого я не помню, это они с дядей Валей его заводили. И папа снимал. Ну, там есть фильмы, где я маленький, там сестра моя маленькая. И нам казалось, что эта квартира какая-то нормальная. Когда я сейчас смотрю это видео, это просто трынец. Это просто нищебродство адское. Я тебе серьёзно говорю. У нас была на кухне столб, раковина вот такая эмалированная. У всех так было, Лёха. Слушай, Лёшечкин, я старше немножко тебя. Я помню, у нас кухня была тогда. Больше. Больше. Супочка. 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 У нас кухня была больше, чем вот эта твоя квартира. Нет, это ты говоришь про... Когда мы жили вместе на поселёнке. Да, нет, это я не помню вообще. Так вот, значит, я к чему говорю. К тому, что ты сейчас рассказал про эту жвачку. Мы жили очень бедно. Я расскажу про запахи. Ой, не про запахи. Про запахи. Про запахи. Я помню, я очень захотел коллекционировать марки. Потому что все что-то коллекционировали в классе. Вот. Я говорю, мам, пап, можно я буду коллекционировать марки? Они говорят, а сколько они стоят? Я говорю, вот столько. Раньше они продавались в киосках в Союз Печати. Я думаю, может быть, где-то ещё, но я не знаю. Где-то от 50 копеек до рубля, наверное, история. Мама, я не помню, Алексей Станыч сейчас. Мама с папой подумали и сказали, давай ты лучше, сынок, будешь... Что ещё там продаётся? Я говорю, ну вот там то-то, то-то. Давайте будешь лучше коллекционировать этикетки от спичечных коробков. Та же история вообще, то же самое. Потому что они стоили в разы дешевле. Более того, можно было взять спичный коробок, положить его в стакан с водой, и этикетка, по идее, должна была отклеиться сама. Но очень редко она отклеивалась целиком. Но я покупал отдельные этикетки, которые продавались в Союз Печати. Закитают совсем копейки. Дешевле, чем марки, да. Отдельные этикетки для спичечных коробков. Да. А что касается запаха... Сколько нужно? Три запаха? Ну, сколько, вспомнишь. Внутри. Я могу... Значит, первый запах. Это запах, я не понимаю чего, но так до сих пор пахнет в детских садах. Когда ты входишь в детский сад, там пахнет детским садом. Я не понимаю смесь это, каких запахов, но это прямо запах детского сада. Это первый запах, который я помню. Второй запах, который я помню. Уж очень мы любили играть в игру Сифа, которая почему-то в академическом городке города Новосибирска, в нашем культурном, историческом отчасти и научном центре, именуется игрой Сифа. Но это абсолютные глупости, потому что это Сифа. И никак иначе. Я очень хорошо помню запах тряпки, в которой мы играли в Сифу. Это, собственно, та тряпка, которая лежала у доски, и которой протирали доску. У нее был характерный запах тряпки у доски. И третий момент, который очень меня связывает с детством. У меня бабушка жила в частном секторе с дедом. И когда ты зимой приезжаешь в этот частный сектор, зимой ты в воздухе чувствуешь вот эти вот ароматы, запах печей. Вот топится печь, и запах такой дыма, который смешивается с морозным воздухом. Это прям характерный запах, место, где... Причем зимой там топили углем в основном. И вот этот был углем. Да. И вот это прям вот просто... Перевеси мне вот это с закрытыми глазами. Зимой главное, не летом. Я скажу, что это прям где-то рядом находится дом бабушки с дедушкой. Я вспомнил еще один запах. Мне его нравится до сих пор. Мне нравится, как пахнет железная дорога летом. Ммм. Хорошо пахнет. Вообще классный запах, да. Амуаж. Амуаж. И интерлюд. Да. Знал бы я это, блин, в пять лет, когда стоял с бабушкой, уезжая из дачи. Я вот помню по яркости. Понятно, что я и тряпку помню, и там, и мел, и все. Но вот по яркости, которые мне больше всего потрясли. Ну, это понятно мандарины, потому что это нового года. Потом все нельзя. Да. Это как бы, ну, такой, который для всех про нем можно даже не говорить. Какой-то теплый. Потом запах выпечки, опять же, домашний. Потому что ничего не было. И вот как бы, когда что-то пекли, какие-то пирожки, булочки, это вот прям этот запах, он сразу такой какой-то теплый. А сейчас прикольно, сейчас пытаются. Сейчас они так не пахнут. Так, сейчас пытаются вот во всех пекарнях этот запах. Говорите, я посмотрю. А он не похож абсолютно. А он не похож, да. И у меня еще самое яркое впечатление, это, как это ни странно, запах моря. Потому что у нас, ну, как бы мне там врачи прописали, что мне нужно нюхать море. Ездить на море, и у нас там, к счастью, были... Я так понимаю, что врачи были платные. Были родственники, вот мы несколько раз туда ездили. Среди врачей. И это, конечно, потрясло меня на всю жизнь, этот запах моря. Так что... У нас бы тоже потряс, если бы мы доехали до моря. Своем возрастем. Мы доехали только до железной дороги, до Алексея Викторовича, до бабушки с дедушкой. Я был на море в детстве. Когда тебе? Сколько лет было? Ну, в школе учился. Ну, в школе. В Черное море. А я в детстве прям совсем не был. А, прям совсем не был? Да, да. До школы несколько раз. Я ездил, мне 15 лет было, первый раз на море. Я чувствую, что ты... Я в 16. Откуда эти амбиции-то? Да. Еще запах икры черной. О-о-о-о. Началось. Началось-ся, я бы даже сказал. А что ты взяла вот ту пиццу, которая одна осталась? Я хочу с грибами. С грибами она хочет. Давайте попробуем аромат. Давай. О-о-о, что-то я... Слушайте, теперь он стал... У меня прям он такой... Он стал еще более мускусным, как ты говоришь, вот чистого чего-то белья, чистого порошка какого-то. Ага, да, да. Чистого порошка это как-то нелепо. Ага. Да. Открываемся. Да, давайте. Оценки давайте поставим. Я ставлю 5. Мне не очень нравится. Мне вообще не очень нравится такой. Я четверку поставил. Мне прям порошков. Давай посмотрим. О, это Этро. Ух ты. Неожиданно. Как нравится. Сразу. Нет, от Джованни-то сразу понравился. Аромат называется... Магос. Магос, наверное, да. Или Магос. Ну это же итальянское слово, да? А что означает Магос? А как ты говоришь итальянский язык, ты знаешь? А вот что такое Магос? Не знаю. А как он по-итальянски будет... Дородный. Дородный. Или Полесье. Или Полесье. А что такое Полесье? Или Унты. Вот как по-итальянски будут Унты. Вот ты будешь жить с итальянцем, и вы приедете в Сибирь к маме погостить, и ты ему скажешь, Пиноккио, надень Унты. У меня недавно мой сын 9-летний, ему задали по русскому языку отгадать ребус со словом изъяснить. О господи. Вот как может ребенок знать слово изъяснить. Мне вообще кажется, что современная система образования это нечто... По-прежнему в большом долгу. Верхние ноты Ирис, Бергамот, Роза, Лимон. Кстати, роза чувствовалась. Роза чувствовалась, да. Средние ноты, гвоздика, как пряность. Лаванда, базовые ноты, кедр, мускус, по чуде ваниль. Но мускус очень яркий с самого начала. Он как бы все забивает. Абсолютно права. Я тоже его чувствую. Прям вот этот запах порошковости. Он на старте уже слышен. Давайте. А давайте перед тем, как мы будем нюхать восьмого, мы поднимем и мой подарок. Рома. Лаура 5. Давайте, конечно. Он совсем другой стал. Ну-ка. Ой, он стал прям... Очень нежный. Он стал прям амброво-нежным. Угу. Я хочу сказать... Вот это кайф. Вот мне прям нравится. На хрен я тебе его подойдет. Очень изысканно. Тебе он не подойдет. Полина, обалденный. Тебе он не подойдет. Он нужен для вот, для женщины, которая... Для настоящих сеньор. Я хочу сказать, Полина, что Джованна, она большая фанатка. Так как все ароматы, которые носит Джованна последние года три, если не больше. Как с ним связалась? Я... Ну ты со мной связалась гораздо раньше. Ну как с парфюмером. Как с парфюмерным любителем. Да, с парфюмером. Пусть будет так. Вот. Ей подбираю я. И я могу вам сказать, Полина, что у Джованна номер один, не дай мне соврать, это ароматы с амброй. Да. Вот именно с амброй не как отрыжка кашелота, а как янтарь. Да, да, да. И она обожает эти ароматы. И здесь вот как раз вот тот аккорд есть амбровый, который очень ей подходит. Это прям ее. Это прям ее стиль. Я не знаю, как вы это, Полина, почувствовали, но это... Я же нисколько не пытаюсь выпендриваться. Это прям невероятно. При этом он не тяжелый, а такой легкий и очень изящный. Мы седьмой или восьмой уже? Восьмой. А я еще хочу добавить по поводу того, что ты сейчас говорил. Я, как человек, который больше визуально воспринимает мир, мне кажется, что и с точки зрения дизайна очень классный. Дизайн? Да, да, да. Нет, очень классный у пузырька, у флакона дизайн. И из-за того, что написано Рим, опять же, мы тоже понимаем, что вот это вот все... Не только кофейное, а прямо все сошлось. А мне, кстати, тоже, Полина, прислала аромат один. Поквалишься. Да. Поквалишься. 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 Изъясничь. Изъясничь. Учас, gracias. Так, подождите, пока не нюхайте. Ничего не разошелся. Ой, это прям что-то такое нишевое. Прикольно. Сложное. Мне прям сильно сложно уже к восьмому аромату. Не, мне вот это нравится. Вот это его прям нужно нюхать, хочется нюхать и разбираться, из чего он состоит. Знаете, прям такие очень сложные какие-то древесные ноты. А я чувствую очень какие-то цветочный запах. А я съем пиццу еще. Ирис нет. Ирис есть? Я не чувствую ирис. Ну какой-то вот прям цветок такой очень-очень известный. Я здесь... Слушай, это будет немножко нелепая ассоциация. Как будто мне это не нравится. Но мне это нравится. Я здесь чувствую скумбрию. Прям запах скумбрии. Слушай, самое смешное, что у меня какую-то секунду пронеслось. Думаю, на какую-то рыбу похоже. Но я думаю, что-то как-то я видимо гоню. Есть, кстати. Я здесь чувствую прям запах скумбрии. И эта скумбрия лежит на какой-то сложно сочиненной древесине. Прям как будто несколько видов древесины. На них лежит на этих вот разных древесинах. Какой-то прекрасный цветок. Лежит скумбрия, а сверху этой скумбрии еще цветы. Слушайте, а я из-за того, что действительно рыбные какие-то есть нотки. Мне почему-то море какое-то представляется. Он какой-то жирненький такой. И прямо вот скумбрия же жирная рыба. Прямо она чувствуется как будто бы да. Как будто бы скумбрией обмазался. Понимаете, в чем дело? Когда ты говоришь скумбрия, кажется, что за кайф пахнуть скумбрией. Но это кайфово. Но здесь скумбрия не подавляет в другие запахи. Потому что здесь по нему скумбрии есть красота. Мне интересно, что за цветы такие. Это однозначно что-то сложное нюхать. Из того, что ты мне давал нюхать, я никогда ничего подобного не нюхал. У кого есть вопросы пока расходятся? Ну давайте. Я уже запасное озвучила. Теперь ты? Теперь я. У меня было три вопроса. Ты молодец дам. Какой вопрос тогда задать? Давай. Фильмы про запахи. У него фильмы уже про запахи. Я говорю, нет, это не яркий финал. Давай что-нибудь другое. С кем ты хочешь переспать? С кем не хочешь переспать? Что тут яркого-то? Давайте такой вопрос неожиданный я вам задам. Он, конечно, банальный, но я люблю все неожиданное и банальное. Это вы заметили. Спасибо большое, дорогая. Я люблю в свои видео вставлять вопросы, которые входят в золотой состав стандарта журналистских вопросов. Типа ваши планы на будущее и прочая вот такая хрень. Скажите, вот вы бы хотели знать, когда будет ваш последний день? Нет. Категорически. Нет, это достойный вопрос. Не всегда. Вопрос отстойный. Тогда так. Вот если бы вам, предположим, сказали, что все, ребята, этот мир погрязнет в войне. И жить нам осталось 7 год. Как бы вы этот год провели с теми ресурсами, которые у вас сейчас есть? С теми ресурсами вообще хреново бы я провел этот год, который у меня сейчас есть. Нужно эти ресурсы как-то будет восполнить за этот год и успеть что-то сделать. Давайте я отвечу, потому что я об этом думал. А это, может быть, как-то вас натолкнет на что-то. Значит, я не знаю почему. То ли мне сон какой-то приснулся, то ли еще что-то. И что бы я делал, если бы мне сказали, что все год и все? Что бы ты делал? Что бы ты делал? Первое, что я подумал, я бы, наверное, жил так, как жил бы. То есть я бы ничего глобального не совершал. То есть я точно так же бы утром просыпался, точно так же бы делал себе какой-то завтрак, гулял с собакой, общался с родными. То есть ничего глобального бы не делал. Вот мы тоже видим, что у тебя тоже с ресурсами-то туговато. Но только в это во все я бы добавил несколько моментов. Во-первых, я обязательно бы съездил к тем людям, которые мне дороги, и с ними бы повидался. Слушай, ты и так к ним ездишь, мне кажется. Да, нет. Не ко всем подобного. Не ко всем? Не ко всем. К нам же не едет. Вы ко мне едете. Не есть диет. Не есть диет. Вот. Второй момент. Я бы попытался как-то, делая те вещи, которые я делаю, как-то побольше сделать каких-то добрых вещей еще, параллельных. Ну, я не знаю, там, сейчас будут просто вообще сопли какие-то собачьи. Конечно. Накормить собаками. Что за финал такой? Это же захотел яркий фильм. Говно. Да. Говно. Мамаму. Что бы это говорили? Были бы деньги, но все бы отправились в путешествие. Давайте да, давайте забудем. А денег нет, жили бы как сейчас, но только бы не рефлексировали по всякой хрени. А радовались бы жизни каждому моменту. Наслаждались бы им. Что мы, собственно, сейчас и делаем. О. Тогда давайте мы этот вопрос забудем, как будто его не было. Вырезать я его не буду, потому что все должны видеть истинное лицо создателя. Твоем. Да. Вот. Ведь кто придумал искусство кино? Мы. Мы. Истинное лицо создателя. Вот. Я предлагаю поставить оценки этому аромату. Давай. И потом я сбегаю за тем, что мне подарила Полина. Вам дам попробовать. Мне очень нравится. Смотрите. Скумбрия ушла? Ушла. Скумбрии нет. Цветы. Цветы проявились? Проявились. Ну, маслянистость осталась. Маслянистость осталась. Мне это очень нравится. И проявилось еще большее количество всяких разных древесин. Чувствуете? Они прям переливаются. Я в десятку поставила. И это однозначно какая-то нишевая штука. Потому что только ниша может испугать вначале, а потом красиво развиваться. В люксе такое же. И вообще, это странно мне говорить, но для меня большинство вот этих запахов женских. Потому что ты же знаешь, что я обычно не секс или мужские люблю. Ты даже больше мужские любишь. Да. А вот тут как-то какие-то женские прекрасные. Я бы носил большинство из них и вообще не парился. А я бы нюхал это все с женщин. Но последний запах для меня сильный. Потому что ты просто не ножешь ничего. Сколько мы ставим этого? Я десятку поставил. Я тоже поставлю десятку. Естественно, что ты? Скумбрии. Я не понимаю, честно говоря. Для меня тяжело вообще. Очень, очень сложно. Слушайте, на самом деле это нишевая марка. Но она отнюдь не самая дорогая, не какая-то хитрая. Называется марка Диптик. А аромат называется Офрезия, наверное. Офрезия. Фрезия. Это цветы же. Офрезия. Да. Но я не чувствую здесь никакой фрезии. Есть, наверное, вот эта нанав. Смотрите. Удивительно. Здесь всего указаны как бы три ноты. Ну понятно, что их всегда больше. Но указаны в коммерческой пирамиде три. И верхние ноты перец. Кто-нибудь слушал перец? Нет. И я нет. Фрезия? Средние ноты? Нет. То, что мы цветами называли. Да. И базовые ноты это древесные ноты. У меня только один вопрос. А почему здесь скумбрия? Да. Где скумбрия? Уплыла. Вот. И это мы еще сыты. А если бы мы были голодные, мы бы вообще только скумбрию слышали. Я сбегу за тем, что мне подарила Полина. И потом у нас финальный тост. И мы завершаем. И ты идешь на свободу. Наконец-то для зрителей. Да, долгонька. Ну, кстати, я могу сказать, что вот эти вот запахи, ну практически все меня очень удивили. Какие-то непонятные и незнакомые мне. Я, конечно, не парфюмер и не могу сказать, что я много запахов нюх, но они какие-то все неожиданные. А, хотел сказать, а ты же привезла бутылку с собой? Привезла. Давай, Алексей Александрович, наноси. Какую бутылку я привезла? Алкогольную. Малыш, сейчас ты пойдешь гулять. Сейчас я уберу все, потому что ты перевернешь. Это Ателье Колонне. Аромат называется, ой, я забыл, как он называется. Это у них один из последних выпусков. Дайте, Алексей Александрович, пожалуйста, дорогой. Я посмотрю, как он называется. Ух ты! Прикольный. Какой? Прикольный. Он называется, сейчас скажу. Lemon Island. Лимонный остров. Лимонный остров. Что-то цитрусовое есть точно. Очень прикольный. Летний такой, мне кажется. Спасибо вам большое. У него почему-то не очень высокий рейтинг. Но, на мой взгляд, он прикольный. Очень классный. Он прикольный. Очень свежий. У него очень классный штат. И чистый. Вам похоже это, знаете, на что? Вот как будто бы лимонами оросили арбуз. Нет. Арбуз не чувствую, но лимона чувствую очень хорошо. Может откроется. И какую-то траву. А дальше он станет вообще другим. Да? Да. Дальше он станет. А еще есть такая трава лемонграсс. Вот она похожа. А мне, кстати, вообще здесь лемонграсса никакого нет. Ну, я не знаю, что у вас там в парфюмерии называется лемонграсс. Ну, то же самое, что и... Классно. А теперь ты говоришь, есть лемонграсс. И я вспоминаю, как его кладут в этот самый суп, как он называется. Скажи мне. Штом-ям. Штом-ям, да. И я начинаю тоже здесь его чувствовать. Так я из том-яма только его и знаю. Я его больше нигде не любил. Точно-точно чувствуется. Ну. А мне слышится, прям помимо вот этого лимона, мне слышится почему-то что-то такое, знаешь, свежесть арбуза. И дуновение, которое, значит, доносится с моря. Свежесть есть. Свежесть есть. Не, море есть. Лимон есть. Дрова какая-то есть. Но арбуза вообще не чувствую. Ну, я тоже арбуза нет, не чувствую. Классно, да. Да, да, да. Я серьезно. Просто ты о свежести говоришь сейчас. Свежесть есть не со мной. Такой прям классненький очень. Просто мне кажется, что обычно, ну, не знаю, как в парфюмерии, но в принципе, как бы лимон, он более насыщенный дает запах, а здесь более свежий. А теперь возьмите его, вы чувствуете что-то такое немножечко пудровое? Да, пудровое есть. Чувствуешь? Да, да. Фиг его знает. И вот он чуть позже становится более пудровым и древесным. Он как раз. Сначала он такой вот прям свежелибонный и кажется, что он будет таким свежелибонным, но он потом раз и меняется в какую-то такую пудровую древесину. Ребята, ну давайте, значит, финальные слова. Алексей Александрович, давай я с тебя начнём. С той стороны. А что на следующий? Ну какие-нибудь финальные слова? Давайте выпьем за то, выпьем же. Мя. За то, чтобы мы все прекрасно выглядели, взирая на наши годы. Чтобы мы все прекрасно выглядели. Мне нравится этот тот, чтобы мы все прекрасно выглядели. Дай ты ему сказать. Чтобы мы все прекрасно выглядели, причем выглядели таким образом, что вообще вводили бы в заблуждение абсолютно всех. Вот. Некоторые из нас, кстати, так и выглядят, но мне вот уже прописал один знакомый патчи. Говорит, я не знаю, что такое патчи. Говорит, нужно делать тебе патчи. Я предлагаю выпить за то, чтобы мы вообще так никогда и не узнали, что это за патчи такие. А я уже знаю. Можно я дальше скажу? А мне нравится, как с каким-то акцентом это произнесло. А я уже знаю. Но не пользуюсь. Ну что, я хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы год был радостным. Потому что, ну, чем больше мы видим прекрасного и веселого вокруг себя, тем больше гармонии мы чувствуем в душе. А если у нас внутри все хорошо, то и мир вокруг у нас либо не сильно ранит, либо как-то в унисон с нами существует. Да. И можно, как говорится, в этом поле чудес. Крутите барабан. Воспользоваться случаем, да. И поблагодарить всех подписчиков замечательного канала Алексея. Я далеко не всегда смотрю его там этот блог. Но мы его не всегда снимаем. Но когда выходит видео со мной, я смотрю все. Не, я тоже не смотрю, но у меня Алексей пишет. Вот посмотрели, присылают скрины. Я вас благодарю за все добрые слова, которые вы говорите в мой адрес. Мне очень приятно. Это очень трогательно, замечательно. Спасибо вам огромное. Это был прекрасный год. И таким замечательным в том числе и вы его сделали. В чем прекрасно это было в этом году? Вообще не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, все опять свело к себе. Ну а что? Я же говорю что-то. Ну говорил же. Говорящая голова. Спасибо, что не ударили. А что я хочу вам пожелать? Я хочу вам пожелать опять же того, чего желаю себе. Чтобы просто было здоровье. Чтобы было счастье. Чтобы были какие-то хорошие чувства в жизни. И чтобы было равновесие во всем. Гармония. Гармония. Чтобы было равновесие. Чтобы вы внутри себя эту гармонию, это равновесие ощущали. Чтобы не было перекоса в особую радость. Потому что это... Как и странно, это на самом деле. Вот я сейчас ощущаю, что это сейчас самое главное. Да. То есть это здоровье сюда же включается. И ароматы ваши сюда же включаются. И даже ваши благодарности подписчикам сюда же включены. Ну и что ты предлагаешь пить в конце? Только не надо ваше итальянское. Мы не знаем итальянского языка. Давай вам что-нибудь, в кого был влюблен туманов. Пугачевское. Пугачевское. Что никогда тяжелый шаг земной не поплывет под нашими ногами. У меня вопрос только помимо скумбрии, второй возникает. Почему произнося мне нравится, чтобы обо мне не было, и ты пялилась на меня, а не на него, например. У него жена, Наташа. Она здорова, кстати. Я это помню по второму вопросу, где он решил себе прикупить гостевой домик. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Будьте здоровы и счастливы, пока. С Новым годом. С Новым годом. Может, люди в мае будут смотреться, и с Новым годом уже замучилось. Ко мне пришлось. Да, может, в декабре. Апреж. Апреж. Мы вообще-то в начале говорили, что мы... Апреж, как говорят у нас в Израиле. А ты знаешь, не все. Жалко, с нами Алика нет. Он уже обрезал? Естественно. Я вот это все оставлю. И Алику пошли с землей. Он вряд ли до конца досмотрит. Я вообще сомневаюсь, что это кто-то до конца досмотрит. Ну, это точно. Мне кажется, нужно на 6 роликов порезать. Ой, какой хороший коньяк. Ну, а если же, это хорошие коньяк. Я вообще люблю коньяки. Ну, ты любишь коньяки, а это хорошие. И аммянские коньяки я очень люблю. Потому что они реально хорошие. Ну и что, Лешечка, нормально все? Во-во-во-во-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok